всем привет у меня сегодня пирожки с картошкой открытые пирожки с картошкой форме цветочка вот такие вот красивые получаются покажу вам как получатся пирожки внутри вот такое вот прекрасное сдобное но не сладкое тесто получается тесто месяца очень быстро подходит тоже не долго час на расстойку тесту не нужно начинка у нас пряная будет картошка будет начиняться травами кому интересно присоединяйтесь тесто я буду делать дрожжевое здесь у меня уже один кубик дрожжей к ним отправляю стакан молока стакан у меня 250 миллилитров 2 чайные ложки сахара сюда же отправляю одно яйцо все это немножечко перемешаю да ребята хочу уточнить я добавила одно яйцо и один белок теперь отправляю йогурт йогурт и растительное масло сколько чего взяла из продуктов я обязательно напишу в описании под видео все это перемешиваем после того как я смешала все свои жидкие ингредиенты я потихонечку буду добавлять муку к муке добавлю разрыхлитель и буду потихоньку замешивать дрожжевое мягкое тесто еще отправляю соль и замешиваем тесто когда я замешиваю тесто я его так слегка приподнимаю загоняю в него воздух когда тесто приобретает вот такую вот консистенцию оно такое мягенькое эластичное я в него добавлю сливочное масло размягченное при комнатной температуре не растопленное а просто размягченное вот такое вот мягенькое сливочное масло я его добавлю к тесту и буду теперь его вмешивать в свое тесто и так масло растопленное при комнатной температуре масло я хорошо вмесила в тесто тесто стало осталось мягким конечно но она уже практически не липнет к рукам теперь в таком виде я это тесто отправляю в не разогретую а включенную в духовку с включенной лампочкой для того чтобы оно растаивалось если в вашей духовке нет лампочки такой функции в духовке нет то вы можете просто поставить свое тесто в теплое место чем хорош такой метод замеса тесто это то что это тесто не нужно выкладывать на рабочую поверхность его можно просто быстро замесить в чашке и отправить назад на растойку пока мое тесто подходит я буду делать начинку сходила на грядку нарвала свежей зелени по моему это орегано мята пару веточек чабреца пару перышек лука картошку я уже поставила отваривать буду приступать к начинке ребята моя картошка отварилась теперь я ее просто растолку молоко ничего не добавляю просто расталкиваю картошку я вас растолкла теперь добавляю специи какие вам нравятся такие добавьте я добавляю немножко куркумы немножко черного перца черный молотый перец где куркума там всегда должен быть черный молотый перец тем более что картошка любит перчик и красную сладкую паприку кладите на свой вкус я тоже всегда кладу на свой вкус все это дело еще раз перемешиваем а теперь можно отправить травки свои травки я почистила помыла меленько порезала стебли я не брала взяла то что листочки и все это тоже перемешаем и так я все перемешала моя пряная картофельная начинка готова вот так вот она выглядит мое тесто подходила почти 50 минут она прекрасно подошло хорошо выглядит теперь можно начинать с ним работать посмотрите как она прекрасно подошла тесто получается такое мягкое эластичное с ним очень хорошо работать теперь я делаю из своего теста такие небольшие колобочки поверхность я смазала немножко растительным маслом чтобы не было удобнее работать и делаю вот такие вот небольшие колобочки и так тесто я раскидала на колобочки и сразу начинаю с ним работать она очень мягкая очень эластичное податливое тесто не раскатываем ничего не делаем такого просто растягиваем чуть-чуть руками берем начинку выкладываем немножечко начинку распихиваем и закрываем свой колобочек просто стягиваем края в серединку залепливая залепить нужно хорошо чтобы они не разошлись в процессе выпекания переворачиваем а теперь будем делать из нашего колобочка цветочек просто делаем небольшие надрезы сильно глубоко надрезы делать не нужно а а теперь аккуратно попытаемся поставить наши цветочки лепесточки вернее вот так вот немножечко их приподнять и постараться их поставить чтобы они стояли чтобы они напоминали нам цветочек форму цветочка на противень и можно его еще подровнять вот так вот он выглядит и так может отправляться на противень и так свои цветочки я сформировала обмазала их желтком сейчас я их еще посыплю кунжутом сезам пару штук я оставила просто намазанные яйцом не стал их обсыпать кунжутом и в серединку каждого цветочка я насыпала вот такой вот черный кунжут в таком виде я их отправляю теперь в разогретую до 180 градусов духовку на минут 30 и так дорогие друзья мои пирожки цветочки испеклись вот так вот они выглядят выпечка очень ароматная потому что в начинке есть травы сейчас я разрежу один посмотрим как они выглядят внутри они очень легенькие пышные такие вот пышные получаются сейчас разрежем посмотрим какой выглядят внутри вот так вот они выглядят внутри так что моя камера не хочет фокусироваться такие мягенькие столько начинки в них начинка получается очень вкусная такая желтенькая приятная на вкус потому что мы ложили куркуму в начинку вот такие вот быстрые пирожки можно испечь из такого хорошего мягкого теста кому понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео а я с вами на этом прощаюсь желаю вам всего самого хорошего пока пока